МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Сильный ветер должен стихнуть к концу дня. Мэр Азова посетил предприятие политехник-сервис. Витриную мельницу обнаружили азовские археологи на раскопе по улице Лермонтова. Усиление западного ветра повлияло на ухудшение погодных условий в городе Азове и Азовском районе. Уровень воды в реке Дон приближается к критической отметке. Но по данным начальника управления гражданской обороны Николая Тищенко, завтра погодные условия изменятся. Ветер стихнет. Если в утренние часы вода поднималась довольно быстро, к вечеру темп замедлился. Семь подразделений областной поисково-спасательной службы готовы к ликвидации возможного наводнения и эвакуации жителей хуторов Азовского района и города Азова. Последние данные по телефону сообщил руководитель спасательной экспедиции Алексей Кушнарев. Это контролируем Рогожкино, Обуховку, Дугино, Курганы, Калузаево, Елизаветинскую. На данный момент из всех населенных пунктов подтоплена только Елизаветинская. Там уже людей начинаем эвакуировать. Остальные населенные пункты на данный момент в нормальном состоянии вода поднялась, но не критически. Вот у нас там семь лодок, 28 человек на данный момент тут работают. В Азовском районе, кроме Елизаветинской, потоплены дворы частных домов, других хуторов, находящихся близко от береговой линии. В целях профилактики из баз отдыха по Волчаковке эвакуированы 180 беженцев. Они размещены в зданиях школ, клубов соседних хуторов и сел Азовского района. В Азове зарегистрировано 10 сигналов об обрушении деревьев. Все последствия непогоды устраняются в рабочем режиме. Также вновь начали поступать жалобы на запах сероводорода в районе Малакановки. Как сообщил начальник управления гражданской обороны Николай Тищенко и руководитель отдела экологии мэрии Наталья Кравцова, по сигналам будет проведена проверка. Предположительно, источник запаха – полигон отходов литейного производства. Сильный ветер обостряет проблему. Исследования этого и других опасных объектов Малакановки с целью устранить причины и ликвидировать последствия продолжатся. Переправа в хутор Задония приостановлена по погодным условиям. Доставку продуктов организуют спасатели. Подтопление хутора не началось. Сигналов о массовых отключениях электроэнергии ни в городе Азове, ни в Азовском районе не зарегистрировано. Таковы данные экстренных служб. Однако от жителей села Кулешовка в нашу редакцию на протяжении нескольких месяцев постоянно поступают жалобы на работу аварийных бригад южных электросетей. Частые отключения света в Кулешовке связаны с необходимостью ремонта трансформаторных подстанций. Эта проблема вообще многолетняя. Она, наверное, лет семь уже тянется. И жители, я знаю, я поднимала переписку, смотрела, регулярно жаловались и обращались во все инстанции. И в свою очередь, конечно, и администрация писала обращение, просила разобраться с этим вопросом. Но, к сожалению, ситуация такова, что у администрации поселения на балансе состоит только четыре КТП. Остальные все КТП и плюсы линии, все сети, это находятся на балансе в южных электрических сетях. А, соответственно, за обслуживание, надлежащее содержание отвечают они. И здесь, конечно, Кулешовское поселение, в администрации, в том числе и жители, страдают из-за того, что вкладывать средства администрации поселения, она вне своей сети и не в своей КТП не может, потому что это нецелевое расходование бюджетных средств. Южные электрические сети объясняют эту ситуацию тем, что у них не хватает бригад рабочих, аварийных, плюс нет денежных средств на то, чтобы провести реконструкцию всех сетей. Но я могу на это сказать так, мы не просим провести реконструкцию всех сетей, мы прекрасно понимаем цену вопроса, это очень большая цена вопроса. Но хотя бы провести часть и перевооружить те КТП, которые есть, вот это, конечно, не мешало бы сделать, потому что у нас есть КТПшка, вот как раз та, от которой запитана половина поселка многоквартирного, я не говорю сейчас про частый сектор, там немножко ситуация получше. Там есть КТП в районе 41-го дома по улице Пролетарской. Вот она, ну, в таком виде, что на самом деле без слез там нельзя говорить. И при этом денег на реконструкцию нет. Но если не вкладывать сейчас, то мы получим то, что у нас весь поселок останется без света. Кто тогда будет нести за это ответственность? А вот как комментирует ситуацию исполняющей обязанности начальника участка южных электросетей Карен Саркисян. Это связано и с подключением новых подстанций, нового оборудования потребительского, с повреждением на потребительском оборудовании, зачастую которое не обслуживается, не имеет обслуживающего персонала. Значит, дальше также отключения связаны со строительством новой объездной дороги с Ростова на Розов. Вот трой трассы строящейся объездной дороги пересекают наши высоковольтные линии, которые на балансе МРС Каюга. Но это не связано с какими-то именно повреждением оборудования, частым таким. Это вот для обеспечения электроснабжения жителей, как бы, без длительных задержек. Когда дорогу закончат строить, количество отключений в разы уменьшится, конечно же. Прокуратура установит истинную причину отключения электроэнергии. Глава Кулешовского сельского поселения Ирина Олейникова обратилась к руководителю надзорного ведомства по этому поводу. Путешественник, который успел объехать на велосипеде пол Европы посетил Азов. У крепостных валов жителя Калининграда Виктора Набокова, который мечтает увидеть весь мир, встретили наши корреспонденты. Ну, что где-то у меня есть велокомпьютер, который показывает, что я проехал две, так, сколько получается, почти что две девятьсот. Три тысячи без тридцати километров. Вот так. По всей Литвину, через Литву, там нельзя находиться более суток, поэтому я быстро поскочил, не успел познакомиться с литовской культурой, ну, покушал литовский хлеб, знаменитый, как бы, да, очень вкусный. А белели, пробовали? Нет. Конфеты? Нет, конфеты я вообще не ем. Это химия. Познать мир воочию не так, как по каким-то там источникам, да, а именно вот увидеть, познакомиться, встретиться, пообщаться. А что вы видели в Азове? В Азове, во-первых, встретились с самого начала интересные люди, вот представитель, как говорится, руководитель вот этого интересного музея в Азове, укрепления. У нас в Калининграде тоже много укреплений, форты, все, но это все связано с немцами, это не наша культура. Да, а здесь я почувствовал именно нашу культуру, русскую культуру, где вложили свою жизнь наши русские ребята за то, чтобы процветала наша земля, не какая-то чужая, не прославление чужой культуры, мы должны прославлять только свою, русскую культуру. Первая ветряная мельница в России на Диновозове. Такое открытие удалось сделать археологам на раскопе по улице Лермонтова. На раскопе по улице Лермонтова, 40, завершились археологические исследования. Удачной находкой стало обнаружение фундамента ветряной мельницы 14 века. Ну вот это, безусловно, сенсационная находка, потому что найти место, где стояла средневековая мельница, было настолько малореально, что в это не верилось. Ну вот, соответственно, мы ее нашли. Я думаю, что это первая средневековая мельница не только в нашем городе, но и на территории вообще России. Башня мельницы опиралась на массивные деревянные столбы, расположенные недалеко друг от друга. От них остались ямы. В центре мельничного котлована археологи обнаружили целый жернов. Мельница работала очень долго. Такие на вид прочные жернова все же изнашивались и выбрасывались прямо рядом с мельницей. Их фрагменты в изобилии нашли археологи. А нужно сказать, что в 19 веке в этом районе находились мельницы. Видимо, вот в этом месте был такой своеобразный ветровой коридор. И несмотря на то, что это был центр средневекового города, вот ветряк был поставлен именно здесь. Здание мельницы сгорело. Среди следов пожара были найдены две железные гири, которые представляли значительную ценность. Лаура Иванова, Валентина Сираж, Азов-Мифо. У светофора каникул нет. Такая акция прошла в селе Кулешовка. 25 июня сотрудники Донского отдельного батальона ГИБДД номер один МВД России по Ростовской области совместно с учащимися Кулешовской школой номер 17 провели акцию под названием «У светофора каникул нет». Мероприятие провели на автодороге «Азов-Ростов». Дети решили своим примером показать участникам дорожного движения, как важно соблюдать правила безопасности и подготовили специальные памятки, которые вручили водителям. За время акции ее организаторам удалось раздать более ста листовок и провести 60 бесед с водителями транспорта. И в заключении программы репортаж о посещении мэра «Азова» завода «Политехник-сервис». Сегодня «Азова» посетил общество с ограниченной ответственностью «Политехник-сервис». В сопровождении директора Валерия Москаленко Сергей Бездольный осмотрел цеха и отделы предприятия, пообщался с сотрудниками. Предприятие изготавливает комплексное оборудование для производства полиэтилетовой пленки. Мощный станочный парк обслуживает высококлассные специалисты. Опытные конструкторы разрабатывают изделия любой сложности. Продукция «Политехник-сервиса» востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Мне нравится инициатива, нравится коллектив, который здесь работает. Вы знаете, на самом деле они производят уникальное оборудование, нестандартное. Каждая страна требует определенной доработки, определенной мысли, технической модернизации. Поэтому это по-своему производство уникальное. Очень замечательно, что это производство развивается. В 90-е годы предприятие занималось изготовлением мелких металлоконструкций. Постепенно наращивая обороты, завод расширяется и усложняет ассортимент продукции. Такие производства в нынешних экономических условиях нужны. И на мой взгляд, такие производства наиболее выживаемые, наиболее востребованы. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. После Азов.Инфо смотрите программу «Бум» детской студии Кул-ТВ-шоу. Впереди прогноз погоды. Синоптики, как и спасатели, верят, что ветер стихнет. Спонсор прогноза – инженерно-технический центр «Форт Ас». Хороших вам выходных. До свидания. А теперь прогноз погоды. Студии профессор Александр Беляев. Вы знаете, неважно какая погода за окном. С кондиционером ГРИ вы совершенно забудете о капризах погоды. Кондиционеры ГРИ. Совершенные кондиционеры. 28 июня ясно. Температура днем – плюс 23, плюс 25 градусов. Температура ночью – плюс 15, плюс 17. Ветер западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Уровень воды в реке Дон на 148 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке – плюс 21 градус. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин